Закрыли мы о Шпане. Я так понимаю, что эта тенденция нормальная для российских властей, потому что вот какая еще была информация о том, кто сейчас в Кремле находится, какие люди. Эльфойо, итальянские издания, написали, что бывший президент России Медведев заказал у чувака Вагнера убийство министра обороны Италии. Насколько это может быть возможно? Италия, вроде как там из-за того, что Италия поставляет вооружение Украине, но это не одна страна, которая поставляет вооружение. Какие-то там личные проблемы или в общем, насколько это возможно такая информация, что Медведев какой-то заказал у Вагнера убийство? А у меня такое впечатление, ну я Медведев так близко знаю, но все-таки мы там встречались в каком-то формате. Ведь он раньше производил совершенно четкое впечатление, ну такого профессорского сынка, он и говорил профессорским языком, и формулировал, и вел себя так. И такое впечатление, что он пропил свои мозги где-то вот в этих запоях, каких-то там скандалов с женой. Такое впечатление, что он выжил из ума, и он страшно боится выпустить из обоймы. А обойма-то отвратительная сейчас в Кремле, и чтобы в нее попасть, еще надо еще тем мерзавцем быть, да? И вот он страшно боясь выпустить из этой обоймы, он делает ужасное заявление. Обратите внимание на заявление Медведева, оно совершенно выходит, они хуже, чем делают заявления там все остальные. Медведев в своем рвении в невыпусте из обоймы, он в своей глупости и жестокости, дебильности превосходит всех остальных. Потому что боится выпасть. И вот вполне возможно, я даже не исключаю, что в этом состоянии безумия, чтобы доказать, что он там какой-то сверхрешительный, сверхжестокий, он мог и на это пойти. Я не исключаю. Я пока не могу утверждать тому, что нет никаких, как бы так сказать, таких свидетельств, доказательств. Но в целом, в погоне за вот обретение своего места в этой кровавой обойме путинского режима, Медведев может что-то попытаться сделать такое, отчего бы там все сказали, ну крутой ты парень, да, мы не ожидали. А мы думали, ты хлюбик, а мы думали, ты там пацан, вот и крутой. Вот может быть для того, чтобы его большие пацаны похвалили, опять-таки я скатываюсь на вот эту психологию двора. Вы-то знаете, вот я же это очень хорошо помню, я тоже, но я не могу сказать, что я в неблагополучный раз в среде, но все равно все эти уличные правила там все проходили. И вот там, допустим, есть какая-то там группа вот этих таких дворовых авторитетов. Они, вот эти мелочь пузатая, помельче, помоложе, ей нужно как-то себя утвердить. Она что делает? Они как провокатор выступают. Они там начинают совершать какие-то нападения, какие-то там задираться, куда-то лезть. И там говорят, о, молодец, там, Вася, смотри, там, а он не побоялся, там, на такого-то, там, напал туда-сюда. И вот для него вот похвала вот этого пацана во дворе, она стоит, так сказать, в данный момент, когда вот это совершает, самого главного в жизни. Вот вполне возможно, что Медведев пытается сейчас, как вот эта мелочь дворовая, там, пацаны вот эти маленькие, перед большими, ну, пытается сделать что-то такое, чтобы большие пацаны его похвалили, сказали, ну, мы не ожидаем, не, ну, Дима, ну, ты, Дима, ну, ты крутой вообще. Мы думаем, ты только в Твиттере сидишь, а ты смотри как, ну, блин, грохнул такого, ну, вообще, чувак, классный. Вот я думаю, что вот что-то может в этом роде быть. Потому что, когда я смотрю на Медведева, я явно вижу, что он, ну, это не его, он воспитывался по-другому. У него другие, как бы, были в семейной ценности, у него другие увлечения были. Он там не был каким-то там хулиганом, он там не пошел в самбо, чтобы противостоять каким-то там авторитетам, чтобы защитить себя там или как. То есть у него другая биография. Но он пытается попасть вот в этот, вот в эту стаю, которая сейчас, вот эту вот стаю вот этих отморозков уличных, которая сейчас захватила Кремль. Так, о дворовых авторитетах мы поговорили, здесь все понятно. Дворовая психология. Психология зэка. Теперь еще одна информация интересная от Института изучения войны, что Пригожин, вероятнее всего, придумал историю про заговор в Кремле против себя, чтобы показать собственную значимость. И была информация, что 16 марта пресс-служба Пригожина опубликовала запрос на комментарии от одного из российских СМИ по поводу якобы обсуждения Путиным и Патрушевым будущего, в общем, группы «Вагнер», и потом он на это же сообщение и ответил. В общем, аналитики пишут, что вряд ли такой диалог, например, Путина и Патрушева мог бы состояться, в общем. Ну, а Пригожин, судя по всему, сделал это все ради какой-то информационной операции. Более того, там уже говорят в институте, что Патрушевым может стать следующей мишенью Пригожина после его кампании против Минобороны и Генштаба России. Что с Пригожиным? Реально зачем это все придумывать, во-первых? И, во-вторых, потом с Патрушевым тоже будет. Патрушев, мне кажется, сейчас как-то в тени, он, кажется, не мешает против никому. Ну, Патрушев всегда был в тени, он редко выходил на переднюю линию, но был такой, конечно, когда он там оглашал всякие доктрины, когда он делал какие-то заявления воинствующие. Вообще он тихушник, это же мы видим. Вот, и насколько я так, я, конечно, его шапочно знаю, но он такой, но они все наполовину там тихушники. Тоже Сечин не любит каких-то публичных вокруг себя страстей кипящих. Патрушев, Бортик, они все тихушники. Вот, не только они. Поэтому, что я думаю? Я думаю, что Пригожин таким образом подстраховался. Вот я думаю, что он почувствовал, что меняется ситуация. Что меняется расклад сил. Меняется отношение к войне. То, что Путин сделал ставку на генерал, это совершенно очевидно. Вполне возможно, что это могла быть какая-то превентивная акция, направленная на смягчение удара по себе. Я этого не могу исключать. Я вообще не люблю вот в этих интригах разбираться. Потому что это мой банк с пауками. Там кто куда, какую кличную запустил, кто кого укусил, с какой позиции. Мне это не очень интересно. Совершенно очевидно то, что генерал-то все равно сводит Пригожин в счет. И все равно ему там боеприпас не дает. Все равно его бросают там, когда необходимо и нужно, когда мечтают под удары украинских вооруженных сил. Я думаю, что, может, это одна из таких тактик самозащиты. Не исключаю, что вот решили. Хотя для него, для Пригожина, я что-то не очень, как бы, так сказать, до конца разделяю вот эти убеждения. Почему? Для Пригожина свет в окошке – это Путин. И если Пригожин сам распространяет рассказы о том, что Путин решил его слить, для немцев смертельно опасно. Потому что кто-то может поверить. Говорит, а что, Путин решил слить его, ну и все, давай мочи его. На мой взгляд, я, опять-таки, глубоко не разбираюсь в этих локальных интригах кремлевских, считаю, что Патрушева слишком крупная фигура для атак Пригожина. Вот Патрушев с Пригожевым что-то может сделать. А Пригожин с Патрушевым в этой конфигурации, как мне кажется, нет. Если только за ним не стоит Путин. Если только Путин не желает одернуть Патрушева, ну, например, там всякие слухи ходят. Опять-таки, у кого кремлевский трек, что там Патрушев продвигает своего сына, что, Володь, давай, типа, двигайся, давай, молодежь назначим. Мы же с тобой вместе будем командовать через Диму Патрушева. Вот, давай, мы все это сделаем. А Путин, понятно, что из гроба, в гробу только можно отдать скипетр и державу. Поэтому я думаю, что тут не совсем, может быть, может быть, этой встречи и не было, может, там не обсуждалось, может, он и придумал. Но не знаю. Я думаю, что если он и придумал, он сделал ошибку. Потому что все в это поверят. Субтитры создавал DimaTorzok